Петрозаводск В этой карте стоит ресторан, который находится буквально в двух шагах от железнодорожного вокзала Я предлагаю зайти и узнать, какими блюдами карельской кухни там угощают Здравствуйте Добрый день Как вас зовут? Меня зовут Михаил, я шеф-повар этого ресторана Михаил Шапула – профессиональный путь нашего героя начался в Петербурге В отличной команде первой пятизвездочной гостиницы в России «Гранд-отель Европа» Михаил называет этот путь «Мои университеты» Там он отработал шесть лет и потом ушел в свободное плавание Был шеф-поваром в нескольких ресторанах Петербурга Затем трудился в сетевом отеле в Великом Новгороде В 2013 году в жизни Михаила началась олимпийская программа Которую он считает одной из самых значимых и интересных Наш герой участвовал в открытии отельного комплекса для олимпийской семьи в Сочи отель «Айвазовский» А в 2021 году на атомном ледоколе «50 лет победы» Михаил отправился в путешествие на Северный полюс В экспедиции он возглавил команду поваров «Посейдон Экспедишнс» Сейчас Михаил работает в Петрозаводске, изучает премудрости карельской кухни И готовит по старым рецептам вкусные блюда И сегодня мы будем готовить старое карельское блюдо, которое называется «Жаркое по-карельски» Маленький экскурс в историю, чтобы рассказать о том, что карельская кухня подразделяется на несколько регионов Потому что есть северокарельская, среднекарельская То есть кухня, можно сказать, приладожья, прионежья и более северная Есть некоторые различия у них, но оно очень похоже Вообще очень схоже, ну, такого даже очень сложно разделить кухню финскую, карельскую Там, кухню вепсов Так что, вот это вот Универсально Да, универсально, значит Карелы использовали, значит, мясо диких животных в свое время Потом из рыбы, это, значит, озерная рыба Если ближе туда, к северу, то там, значит, получается уже и была морская рыба Вот, встречаются очень часто блюда, которые замещают в себе и рыбу, и мясо Вот, в данном случае наше блюдо, жаркое по-карельски Ну, это какое праздничное блюдо, потому что там три вида мяса Свинина, говядина, курица и, ну, в данном случае у нас куриная печень Не все могли себе позволить именно кушать мясо, то есть, только, наверное, в праздничные дни Вот, значит, в данном случае у нас, я уже сказал про три вида мяса и плюс печень Из овощей лук, репа, репа мы предварительно, ну, запекли Вот, и у нас лисички То есть, в принципе, все традиционное Все то, что было на земле карельской, да Вот это блюдо, именно, оно очень популярное Потому что, наверное, очень сытное Ну, большая порция очень Вот, ну, традиционно подаем к этому блюду калитки Давайте начнем, да Кому поручить резать лук? Вы сказали, что вы сами Лук? Ну ладно, хорошо, тогда давайте так Репа? Я Давайте Ему нужно тоже нарезать Ну, давайте я вам покажу А я буду красиво стоять Ее вот надо так нарезать, да? Ну, давайте, да, такая произвольная нарезка И сюда же положить Да, давайте сюда же То есть кусочки такие должны быть максимально большие? Они примерно такого же размера, как само мясо Так А мясо тоже крупное А вообще, вот карельская кухня, насколько вот мы сколько уже ездили везде Везде такие крупные достаточно куски То есть все достаточно просто нарезается, просто готовится без всяких изысков мелкой нарезки фигурной Ну, знаете, смотрите Это же такая домашняя кухня Вот мне нравится, что лук можно так резать крупно, потому что мелко всегда соскальзывает То есть и даже праздничные блюда, карельская кухня, они все равно готовились достаточно просто, да? И от повседневных блюд не сильно отличались? Или все-таки какая-то особенность сервировки, возможно? В нарезке, как бы, наверное, не отличалось Отличается, наверное, больше то, что в повседневной жизни эти продукты не часто потреблялись Ну, во-первых, мне кажется, долго готовились все-таки, да? Мясо заготавливалось заранее, его могли вялить, могли засаливать И то есть предварительно нужно было, по-моему, мясо засоленное, то есть как бы слонина Ну, чтобы долго хранилось, да? Нужно было отмачивать То есть такая подготовка шла точно так же и с рыбой Виально тоже, как бы, соленую рыбу засаливали Кстати, такое есть понятие рыба с душком, рыба по-карельски, да, это весеннюю рыбу Я первый раз слышала Ну, на любителя Нет, да, весеннюю рыбу, вот именно такую мелочь, ее засаливают И она стоит до осени, да, там, периодически берут И она уже, когда начинается осень, уже начинает пахнуть И говорят, вот, просто я первый раз в Карелию приехал очень давно Я был еще маленьким, и, ну, это при Онижье, при Ладожье В те краях бывшие финские земли Ну, да, мы в курсе истории не было Российской империи Значит, вот там, я первый раз услышал, то есть, рыба с душком, это вот, типа, вот это карельская Вот, ну, и вот уже начинаешь смотреть и читать какие-то издания про карельскую кухню Да, это встречается, я не помню, как она точно называется, ну, именно по-карельски Обычное название – весенняя рыба А вы пробовали? А вам как? Нет А, нет? Не пробовал Потому что, нет, я просто ее нигде не встречал вот именно То есть, далеко не все традиции у нас сохранились до сегодняшнего времени И, наверное, если начать подавать в ресторанах рыбу с душком, да, то, возможно, весеннюю рыбу То могут возникнуть определенные сложности Ну, сложности, наверное, могут возникнуть из-за того, что определенные наши службы А, могут не разрешить А, весеннюю рыбу Да Ну, в Норвегии же тоже, по-моему, есть что-то похожее Да, в Норвегии это, ну, там, там, консервы, они еще, еще хлеще Вот Ну, там, это является таким национальным, как бы, достоянием, национальной гордостью Ну, здорово, что благодаря вот таким встречам можно узнать еще что-то Потому что я про весеннюю рыбу, например, слышу первый раз И я думаю, что всем будет полезно для информации, что если рыба испортилась, то она не испортилась, а она просто весенняя То есть, можете сказать, нет, это... Это рыба весенняя Так же было задумано Да, специально Давайте жарить? Давайте, да, начнем На разогретую сковородку наливаем масло и обжариваем нарезанный репчатый лук Стоит сказать, что у карелов не было слова «жарить» Все либо варилось, либо медленно томилось в русской печи Обжарка – это современный способ приготовления Затем добавляем куски мяса и печени, чуть позже грибы В нашем случае это отмоченные в соленой воде, а затем отваренные сушеные лисички Что касается специй, они были очень дорогие, поэтому карелы использовали наиболее доступные – соль, перец горошком или лавровый лист Настало время добавить репу Кстати, до появления картофеля она была главным ингредиентом Ее добавляли во все блюда и готовили самыми различными способами Есть данные, что первые калитки, самые традиционные, были именно с репой Про репу мне интересно, потому что я, наверное, репу пробовала первый раз Затронула вас репу, смотрю, да? Затронула, да, то есть ее раньше использовали вместо картофеля, когда его не было Да? Вот вам еще Так, а мне надо будет И в блюдах, и просто запеченное Я думаю, что там, так, бортничество было? Угу, было, было Ну да, вот я вот в момент, что как бы все, то есть мед, то есть с медом Я думаю, что это вот, наверное, самое было такое Такое лакомство было для детей, да? Я думаю, для детей, да Ну вот вообще калитки с репой, я такое вообще первый раз слышу То есть, ну, я знаю, что есть репа Мне кажется, калитки можно делать чем угодно Я бы ел с мясом А с репой с мясом? Как вам? С красным Есть выражение проще паренной репы, то есть это то, что вообще очень просто приготовить, правильно? Да Положили в чугунок и отправили в печку И потом сели и всех накормили Вкусно и полезно Ну, у нас на самом деле тоже все получилось достаточно просто Хотя изначально, пока мы обсуждали рецептуру, мне казалось, что это какое-то очень такое сложное блюдо А мы сделали все достаточно быстро Осталось добавить в зажарку грибной отвар, сливки и сметану Ну что, наше блюдо практически Ну, оно подготовлено, потому что после вот этого, этой процедуры Она отправляется в печь? Отправляется, да Долго томится в печи А накладывать нужно до какого уровня? Нет, ну, где-то вот так Так, держите Это мне Держите Давайте так Снимаем крышку Берем То есть это уже готово-готово? Да Можно руками Она прямо замороженная, да? Да, она Мы кидаем А для чего это делается? Не, правильно Она должна быть замочена То есть есть моченые яблоки, есть моченые клюквы, да? А для чего? То есть это просто какая-то кора или это все-таки часть блюда? Есть какой-то смысл Нет, у нас часть блюда, но, смотрите, красивая Красивая Ягода Сочная Цветовая гамма какая Ну и даст еще свою кислинку, горчинку Вам Это кушают ложкой? Есть это нужно ложкой, да? Ну, мы подаем ложку, да А вы? То есть пуар не будет пробовать? То есть вы думаете Боится, боится Первый должен затестировать, если со мной ничего не случилось То, да, да Да, мы ждем 15 минут Хорошо Все, прекрасно Все как вы ожидали Но это получилось как обычно или все-таки вы готовились с двумя девушками? Обычно же это все не так происходит? Ну, конечно, на кухне происходит все чуть-чуть по-другому Здесь Это все-таки Здесь, можно сказать, творчество, там рабочий процесс Рецепт жаркова по-карельски Ингредиенты Говядина, свинина, филе куриное и печень Все по 50 граммов Столько же лука репчатого, лисичек, сметаны, сливок А также небольшая репа и зубчик чеснока Соль и перец по вкусу Обжариваем мясо Печень можно предварительно отварить Добавляем нашинкованный лук и жарим минут 10 Добавляем предварительно отмоченные лисички Их можно заменить и другими грибами Потом репу Через 15 минут после начала добавляем сметану, солим, перчим Добавляем мелко порезанный чеснок, немного воды и ставим в печь на 180 градусов минут на 30 Подать блюдо можно с калиткой Очень вкусно! Сегодня мы приготовили очень вкусное блюдо, карельское Нам было вкусно, и вы живите вкусно и смотрите нашу передачу До новых встреч! Увидимся! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин